Когда церковь отходит от авторитета, она становится добычей для мира и для его влияния. В итоге человеческое мнение становится для церкви важнее Слова Божьего. Небиблейские тенденции в обществе приводят людей в замешательство. В церкви теряется Божья сила. В результате всех этих новых небиблейских тенденций в нашем больном мире ими заболевают даже верующие люди. Сегодня в нашем обществе остро ощущается нехватка мудрости от Бога. Сегодня в наших церквях ощущается острая нехватка мудрости от Бога. Это чудо, что мы все еще как-то держимся. Когда я начинал новую серию проповедей «Здоровый образ жизни в больном мире», я сказал, что первое послание Павла к Коринфянам очень актуально для нас с вами сегодня, потому что мы наблюдаем похожую тенденцию в нашей современной культуре. Древние греки сильно повлияли на мышление церкви в Коринфе. Вся их культура была построена на мирской мудрости, на мудрости человеческой. Мировая философия происходит от двух греческих слов. «Филео», которое, как вы знаете, означает «любовь», и «софия», что означает «мудрость», то есть «любовь к мудрости». Древнегреческая культура была влюблена в мудрость, но, к сожалению, не в божественную мудрость, а в мудрость мирскую. Древние греки, искренне любившие мирскую мудрость, имели в то время пять различных философских школ, которые соперничали друг с другом, спорили друг с другом, боролись друг с другом, которые постоянно пытались обратить своих сторонников в веру, в их образ мышления. Печальная часть заключается в том, что коринфские верующие пришли к Господу из этого типа культуры, и они принесли ссоры, разногласия и споры, которые царили в той культуре. Они принесли в церковь точки зрения различных философий. Коринфские верующие принесли в церковь весь раздор и разногласия своей дохристианской жизни. Они пришли в церковь с этим багажом в своем мирском мышлении. Как и многие люди сегодня, они доверили Иисусу свое спасение, но при этом добавили к нему человеческую мудрость, а они принесли в церковь мирские философии. Поскольку многие церкви отходят от библейских абсолютных истин и авторитета Библии, они становятся жертвами тенденций современной культуры. Они становятся жертвами человеческих идей и человеческих философий. Они становятся жертвами человеческих инстинктов и интуиции. Они становятся жертвами, ставя человеческое мнение выше Слова Божьего. Они часто используют священное писание не как свой абсолютный авторитет, а как отправную точку. Они искажают текст священного писания, чтобы подогнать его под свое философское мировоззрение. И то, о чем Павел умолял их тогда, он умолял бы нас и сегодня. Он настойчиво и неуклонно просит всех нас, чтобы поскольку мы стали верующими во Христа, нашим высшим авторитетом должно быть Слово Божие. Павел говорит всем нам, что эти небиблейские тенденции приводят лишь к разделениям, к похоти, к душевной боли. Все эти небиблейские тенденции приводят к путанице и к потере Божьей силы в церкви. Все эти новые тенденции, которые на самом деле являются старыми ересями, просто облегшиеся в новые одербы, сделают верующих больными в этом больном мире. Как я уже сказал, мы начали эту серию с первого послания к Коринфянам, и мы увидели, что причина, по которой Павел выбрал в первую очередь из всех бед Коринфской церкви, из всех их грехов, при всех трудностях, с которыми они сталкивались, при всей непоследовательности, которая была свойственна церкви, он выделил одну проблему. Она представляла собой разделение, возникающее на почве культа личности. И вот причина, по которой он решил разобраться с этой проблемой, прежде всех других нечестивых тенденций в церкви, он говорит, если вы будете правильно относиться к библейским абсолютным истинам, то церковь будет на правильном пути. Пусть у вас на первом месте будет авторитет Слова Божьего, и тогда все остальное самоисправится. Держитесь за библейское откровение, как за высшую инстанцию, и вы избежите угрозы человеческой мудрости и человеческой философии. Во всех случаях, без исключений, человеческая мудрость возвышает человека над Словом Божьим. Во всех случаях, без исключения, человеческая мудрость подчиняет Слово Божье власти человека. Во всех случаях, без исключения, человеческая мудрость ставит человеческие мысли, желания и умозаключения превыше Божьих. И вот почему Павел сказал в послании к римлянам 1 главе, 25 стихе, «Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца». Я хочу, чтобы вы кое-что запомнили. Помните это для себя или запомните навсегда. Если кто-то говорит вам, что вы можете спастись, просто если будете иметь хорошие мысли, или просто если будете иметь позитивное мышление, и если кто-то говорит вам, что вы можете спастись, независимо от того, верите вы в то, что Слово Божие авторитетно и непогрешимо или нет, если кто-то говорит вам, что вы можете спастись, просто если будете следовать их формуле, я хочу, чтобы вы запомнили одну простую истину. Вся человеческая мудрость приносит лишь душевную боль. И поэтому в Первом Послании к Коринфянам, 1 главе, в 18 стихе, Павел говорит, «Ибо Слово о Кресте для погибающих, ее родство есть, а для нас — спасаемых». Сила Божия. Это сила Божия. Почему здесь стоит Слово «спасаемых»? Потому что спасение происходит в трех временах. В прошлом, когда мы отдали свою жизнь Христу, настоящим, мы спасаемся каждый Божий день, и в будущем мы будем спасены, когда увидим Иисуса лицом к лицу. «Все дело в том, человеческая мудрость никогда вас не изменит, человеческая мудрость никогда вас не спасет, человеческая мудрость никогда не даст вам истинного покоя, да и она еще накладывает пластырь на опухоль, но не способна ее удалить». Когда Павел говорит «Слово о Кресте», он имеет в виду всю евангельскую весть, он имеет в виду полное откровение о Божьей работе, кульминации которой стал крест. Другими словами, отказ от креста или добавление чего-то к кресту ведет к вечной погибели. Даже главный ученик, Петр, главный апостол Христа, пытался удержать Иисуса от того, чтобы пойти на крест. А вот почему Иисус сказал ему «Отойди от меня, сатана». Естественный ум, будто еврей или язычник, никогда не сможет понять крест, не говоря уже о том, чтобы принять его, но для тех, кто возложил всю свою веру на крест Христа, как на единственную надежду на спасение, этот крест — единственная сила, единственная сила для жизни. Апостол Павел объясняет, почему. Потому что мудрость Бога намного превосходит мудрость человека. Не поймите меня неправильно. Я ни в коем случае не утверждаю, что когда вы станете христианином, у вас будут ответы на все жизненные проблемы. Я совсем не это имею в виду. Но вы должны понять разницу между тем, с чем Павел имеет дело в Каримской церкви, и тем, с чем мы имеем дело сегодня. Он имел дело с людьми, которые ожидали ответов от человека, а не от Бога. Он имел дело с людьми, которые искали смысл жизни в человеческой мудрости, а не в мудрости Бога, которые искали радости и мира, искали удовлетворения без Бога. И как верующие христиане, мы никогда не должны уклоняться или бояться интеллектуальных споров или дебатов с кем-либо. Мы, как верующие, всегда должны твердо стоять на истине и оставаться непоколебимыми, как сказано в Писании. В конце концов, Библия – самая интеллектуальная книга из когда-либо написанных. Ей нет подобных. Великий философ Кьеркигор однажды сказал, «Христос не уничтожает разум, он свергает его». 22 стих. «Ибо и иудеи требуют чудес, елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого». Аллилуйя! В этой церкви вы сможете услышать только проповеди о распятом Христе. Кто бы ни проповедовал с этой кафедры. Аминь. Поэтому вы можете воздать славу Богу. Почему Павел так сказал? Потому что человеческая мудрость смотрит на крест и думает, что это глупость, что это какой-то бред. Но я прошу вас сейчас задуматься об этом, чтобы попробовать посмотреть на все с их точки зрения. Хорошо? Бог становится младенцем. Он жил в бедности. Задумайтесь. Тот, кто владеет Вселенной, живет в бедности. Затем его прибивают к дереву и распинают. Он умирает на кресте и его хоронят. А затем, на третий день, его ученики заявляют, что он воскрес из мертвых. Неужели все это нужно было для того, чтобы он мог дать каждому, кто приходит к нему, прощение грехов, вечную жизнь с ним навеки? Просто поставьте себя на их место. Неужели это звучит логично? Я хочу, чтобы вы посмотрели на все с их точки зрения. Один человек умирает на дереве, на вершине мусорной свалки. Неужели это определяет судьбу каждого человека на земле, включая гениальных людей, умных людей любой эпохи? Да. Если задуматься, это звучит глупо, правда? Для человеческого разума это звучит крайне глупо. По сути, слово «глупость» происходит от греческого слова «мориа», от которого происходит английское слово «тупица». И когда вы думаете об этом, искупление Христа на кресте кажется неверующим тупостью? Да. Человеческая мудрость никогда не постигнет креста. Мы пытаемся христианизировать язычников и пропускаем плотских христиан в церкви. Именно об этом и говорит здесь Павел. Он говорит, не делайте этого. Дело в том, что для естественного ума, будь то еврея или язычник, крест — это оскорбление? Возлюбленные. Сегодня мы сталкиваемся именно с тем, с чем Павел столкнулся в Коринфе. Некоторые из вас могут сказать, «Майкл, это после двух тысяч лет христианства? После двух тысяч лет христианской цивилизации? Христианские революции? Библейского знания?» К сожалению, да. Но всякий раз, когда я высказываю свое мнение, я подчеркиваю, что это всего лишь мое мнение, а не Слово Божие. Так что делайте с ним, что хотите. Лично я верю, что в конце времен, в которых мы находимся сейчас, люди будут примерно такими же, как тогда, до проповеди Евангелия, до краев земли. И мы живем в это последнее время, поэтому и написано, «Но Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Все будет настолько плохо. Не только во многих охладеет любовь, но Сатана, как написано, прельстит, если возможно, и некоторых избранных. Мы совершаем полный круг. И именно поэтому Библия говорит в посланиях семи церквям в Откровении, что спасутся только те, кто останется верным до конца, только те, кто не поддастся человеческой философии этого мира, спасутся только те, кто действительно станут новыми творениями. Награду получат только те, кого не собьют с ног современные культурные веяния. Только те, кто не пойдет на компромисс со своей верой, будут благословлены на всю вечность. Только те, кто поверили во Христа, будут радоваться на небесах, только через веру, только веря в Слово Божие. На самом деле, Павел здесь цитирует пророка Исаию, который говорил за 700 лет до Рождества Христова, и говорил он следующее. «Я погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Это цитата из книги пророка Исаия. «Человеческая мудрость и культурные тенденции ненадежны и бесполезны, и однажды они будут уничтожены». Несомненно, сегодня у нас больше знаний, чем когда-либо в истории, и эти знания удваиваются почти каждую неделю. Но стали ли мы более нравственными? Несомненно. У нас больше богатства, роскоши и комфорта, чем наши предки могли даже мечтать. Но разве стали мы менее эгоистичными людьми? Конечно, у нас сейчас больше книг и статей об отношениях, чем когда-либо раньше. Но стали ли мы лучше? Подумайте об этом. Конечно. У нас сейчас больше психологии и образования, чем мы мечтали иметь. Но разве в нашем обществе стало меньше преступлений и насилия? И ответ – нет. Почему? Потому что на протяжении всей истории человечества человеческая мудрость никогда, слышится, ни разу, так и не смогла решить основную проблему человечества. А почему? Потому что основная проблема человечества – это не что иное, как грех. И только приход к Иисусу Христу может решить корень проблемы. И 20 стих говорит, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, то есть философ. Смогли ли они избавиться от бедности, страха, беспокойства, депрессии, одиночества или незащищенности? Но послушайте меня, Иисус сможет решить эти проблемы, когда вы приходите к Нему. Иисус сможет, когда вы покоряетесь Ему, когда вы обращаетесь к Нему. Человеческой мудрости, возможно, удалось показать нам проблему. Человеческая мудрость может выявить причину проблем. Она может объяснить симптомы проблемы, но человеческая мудрость не способна определить корень проблемы, которым является грех. Только крест Христа может ответить на личные проблемы человека и ответить на проблемы общества. И только крест Христа может принести исцеление, любовь и щедрость. Только кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте, которая для этого мира кажется глупостью, может дать нам власть над грехом, дабы разорвать цепи греха. Чтобы показать вам, насколько наша ситуация ухудшается с каждой минутой, я процитирую вам одну статью. В ней говорится о том, что существует связь между повреждением мозга и религиозными убеждениями. Эта статья якобы представляет собой исследование. Она опубликована в журнале «Нейропсихология». И вот о чем идет речь в этой статье. Те из нас, кто верят в глупость креста, имеют функциональные нарушения в области нашего мозга, известны как префронтальная кора. Это повреждение мозга удерживает нас от любопытства, творчества и непредубежденности. Ну, как вам это нравится? А потом я задумался, а ведь они отчасти правы. Дело в том, что когда вы приходите ко Христу, часть вашего мозга, которая была мертва для преступления и греха, оживается Христом. Когда вы приходите ко Христу, то часть вашего мозга, которая раньше отвергала его, когда вы приходите к Нему, заявляя о своем духовном банкротстве, загорается для Иисуса. А вот что они имели в виду, они просто не знали, как это выразить. Когда вы приходите ко Христу, та часть вашего мозга, которая привела вас к глупости человеческой мудрости, превращается теперь в мудрость Христа. Так, безнадежная часть мозга наполняется надеждой. Печальная часть мозга наполняется радостью. Депрессивная часть мозга становится спокойной. Они объяснили это по-своему. Но я показал вам, как это объясняем мы. Слава нашему Господу за это! Благословен Господь! Мы не умнее их, потому что мы спасены только Его благодатью! Воздайте Богу славу за это! Великую славу! И это нас смиряет! Вы говорите, я лучше знаю! Я так благодарен Господу! Я благодарил Господа со слезами на глазах за Его благодать, которая открыла мои слепые глаза, и я смог увидеть, что я грешник, что я направлялся прямо в ад, и что мне нужен Спаситель. И в заключении я хочу привести благословенный пример из истории, пример перехода от стремления к человеческой мудрости, к получению мудрости от Бога. Еще в далеком 1787 году члены Палаты делегатов собрались вместе, чтобы пересмотреть статьи Конфедерации. Они потратили несколько недель на споры, дебаты и обсуждения модели правительства. Они понимали, что им нужно формировать модель правительства в США, но все их усилия были безрезультатны. Одни заседали неделями, все это время они использовали человеческую мудрость, человеческую смекалку, человеческую мудрость, и так снова и снова. Наконец, один из их членов, Бенджамин Франклин, обратился к съезду со словами, которые я вам сейчас процитирую. В этой ситуации, на этом собрании, мы как бы пытаемся нащупать политическую истину в темноте, и поэтому мы с трудом можем ее различить. Как так случилось, что мы до сих пор ни разу не подумали о том, чтобы смиренно обратиться к Отцу Света, чтобы Он просветил наше понимание. Затем они встали на колени и начали молиться. Они смирились и начали молиться, чтобы Бог даровал им мудрость. И Бог щедро ответил на их молитвы, причем очень щедро. Он дал нам политическое правительство, Он дал нам систему правления, которая не имеет аналогов в мировой истории и по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok